Ребята, в этом видео мы также вам подскажем, где можно заработать на ВДНХ, не выходя из территории. В принципе, говорят, реально заработать полторы, две, три тысячи за день. Да, и даже особо не нужно наблюдаться. Ну как, чуть-чуть совсем. Как это сделать? Смотрите дальше. Не будем заходить в Москвариум на рыбку смотреть? Там можно бесплатно посмотреть акул. Ребята, могу небольшой лайфхак показать и подышать этой морской водой. Чувствуется прям натуральный навоз. Говорят, женщины возбуждаются от этого запаха. Действительно так. А, есть, да, вот эти духи какие-то, они отдают навозом, конным навозом. Ну вот такие вот здесь вот развлечения. Слушай, она и упасть может. Ой, блядь, ну ты сглазил. Ребята, всем привет. Сегодня мы находимся в известном парке ВДНХ. Парк находился на реставрации. Ну, то есть определенные здания поэтапно реставрируют. И сейчас мы находимся возле фонтана Дружбы Народов. Вот, именно он находился четыре месяца на реставрации. И вообще, хотелось бы посмотреть, что же изменилось в этом году в парк. Не стоит ли сюда приходить. Но могу сказать, что мне пока все очень нравится. Фонтан представлен 16 фигурами, которые символизируют каждую страну СССР на то время. Сейчас более подробно посмотрим. Так что следуйте за нами. Короче, в этот фонтан, вот Дружба Народов, добавлено 6 килограмм сусального золота. Впервые за полвека такая серьезная была реставрация фонтана. Я помню, это было в 86-87 году. Меня мама сюда привозила, я еще был совсем маленьким ребенком. Вот, там были рыбки. А потом они исчезли куда-то. Вроде как они появились на месте опять. Сейчас подойдем, посмотрим. Юляшка познает красоты фонтана Дружбы Народов. Очень все красиво реставрировано. Здесь вот рыбки, монетки. Люди традиционно бросают очень много монеток. И можно здесь озолотиться, ребята, да? В общем-то. Слушайте, а может быть мы тоже начнем собирать? Вот это красота. Замечательно сделали. Где-то вот эти моменты какие-то там украинки, помню, там полос выпал из руки. Дерево там у узбечки отвалилось. В общем-то, посередине вот там вот виднеется так же колос, конопля. Конопля это такая культура, которую на тот момент люди выращивали в свое удовольствие. Чтобы вернуться к этому фонтану, многие денежки бросают здесь. И вот иногда вот люди такие приходят и собирают копеечки всякие. А крупные не попадаются, да? Так, монет реально очень много здесь. На вижу 2 рубля. 10 рублей. Пятерочка там вот. Пятерочка плавает. То есть здесь вот так вот пойти здесь, я думаю, так рублей, наверное, тысячу можно собрать, да? Ну, ребят, по 3 тысячи собирать. Нифига, с утра, вечером. Когда вот, открывается. Нифига, нифига себе. По 3 тысячи народ. Я поняла, куда мне пришли. Это можно здесь, короче, приходить, подрабатывать. На подрабатывание как бы. Вот, ребята, 3 тысячи можно собрать, реально, походить вот так вот по фонтанам полазить. Практически Ак-Петергофья. Ак-Петергофья. Тут павильончик у нас в Карелии. Павильон Карелии, Армении. Кстати, Армении можно зайти и также попробовать дегустация коньячков там разных. Вот, дальше там пойдет у нас павильон Узбекистана, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, сирень уже цветет, красота. Запах сирени. Уже почти готово. Обалденно. Дальше там идет у нас фонтанчик, каменный цветок называется. Тоже после долгой реставрации. Сегодня такая приятная погода. Даже вот то, что вот на солнце мы находились, было очень жарко. Вот сейчас в данный момент для меня самое подходящее. То есть и не жарко, и не холодно. Вообще такое под кофе самое оно. И дышится легче. Ребята, вкусно, прям пахнет цветочками вот этими, да? Я думаю, прям ароматный, да? Сирень, вот, перемешку с тюльпанами, мороженое, короче. Ну, как всегда, народа очень много, конечно. Лучше приходить в 7 утра, когда вообще практически никого нет. Движуха чувствуется. Ну, вот мы подходим к каменному цветочку. Тут про него отдельная тема. Сейчас мы попробуем проговорить. Вон Сашку я вижу уже. Саня, вон здесь вот. Каменный цветок теперь смотрится как новогодняя елка. Некоторые раскритиковали его, поскольку очень выделили вот эти элементы. Красное, синее, зеленое. Каждому свое. Вот этих, кстати, вот элементов гусей в конце 90-х годов они были, многие сломаны, вот эти гуси. Вот там осетр у нас, вода бьет, из порсунки бьет вода. Это восстановлено все заново. Вот, и сам вот фонтан. В 54-м году он был открытый. Константин Паридзе, по-моему, открыл, насколько я помню. Архитектор. Смотри, на меня, смотри. Щелкай, щелкай. Давай, вот так вот. Так, ну сейчас мы, народ, двигаемся, короче, в направлении уже ботанического сада. Сейчас пройдем мимо политехнического музея, самолета. Здесь еще раньше ставил самолет, по-моему, 154 или 134. Просто его демонтировали. Советский самолет Як-42 у нас вот находится. Мы находимся недалеко от технического музея. Павильон «Космос». Ракета. Полная копия, на которой летал Юрий Гагарин. Космос. Мы идем в сторону океанального москвариума. И потом в ботанический сад рванел. В этом смолете я одно время, помню, даже сидел как-то в кабине. Вот. И мы даже там доедли от Ньюска фотографий. Именно оттуда сделано. В свое время, даже в 2002 году, по-моему, там группа демо приезжала. Такая была на тот момент популярная группа. Попсовая. Зверева. Саша Зверева ее, по-моему, да? Да. Вот мы идем кубоскваривому и сейчас мимо пройдем и туда уже, к ботаническому саду. Там можно бесплатно посмотреть акул. Тоже такой вам, ребята, могу небольшой лайфхак показать. Подышать вот этой морской водой. Там, помнишь, там прям морскую, прям как будто на море попадаешь. Ты не был там, Сань? Не, не раз. Пойдем, хочешь, покажу? Смотрите. На подводный мир. Можно сюда сперва спуститься? Не, пойдем на рыбок сразу посмотрим. Идем на халявных рыбок смотреть. Как можно попасть, хотя бы часть увидеть вставленных рыбок. Вот видите, ребята, здесь чувствуется запах моря, да? Чувствуешь, Сань? Да. Я тебе говорю прямо, запах моря, блядь. Потому что это реально морская вода. Так, релакснем немного, да? Да, пойдем. Да. Прям чувствуется прям комфортная такая среда, что даже спать захотелось. Не, вот эти рыбки успокаиваются. Да, да, да. Шкордос, шкордос, ребята. Да, вот если бы еще окна помыли бы. Протерли бы. Ну, а там, собственно, видно, мы видим туннель. Это в океанаре он попасть будет стоить, конечно. Недешево, где-то за тысячу, тысяча, тысяча двести, по-моему. Я не помню точно. Тут сделают. Там он, скат проплывает у нас, огромнейший. Мурена. Вот она, мурена идет. Как змея, бля. Здесь акула должна была. Смотрится. А, нет. Ну, вот такая-то она здоровенькая здесь акула. Ну, вот стекомика отнимаем, она блики дает. Поплавать бы среди них, бы ощутить бы все вот этот адреналинчик. Это можно сделать, конечно, легко, на собственное усмотрение. Просто поднявшись кверху и перепрыгнуть. Тут вполне можно перепрыгнуть. Но лучше такое не делать. Поправляемся уже традиционно к этому месту. Добро пожаловать. Все это из воды сделано. Вот так вот выглядит прикольно. Брызги такие вот летят. Время 16.37. Все это из воды. Можно наловить рыбесиков. И тут уже прям вам пожарят их. И подадут на блюде. На вкуснейшие. Вкуснейшее блюдо получается. Из таких вот карпов. Ну, это как бы карпы на самом деле. Хои их, по-моему, по-японски называют. А вот это вот какая-то другая порода. Типа золотой рыбки. Вот смотри, вот видишь она. Такая хвостатая. С икрой вон так. Даже с икрой. Они еще и прыгают, наверное, да? Мне так один раз в сон выпрыгнул, короче. И прям GoPro камера улетела в воду. Благо он ее не проглотил. Все это оригинально сделано из воды. Вот показывает дату, число, время. Ну, вот так вот здесь проходит. А сколько стоимость, интересно? Надо посмотреть. А сколько стоит в москваре у вас попасть? Я говорю, что сегодня 1000 рублей. Именно сегодня, по выходным дням, да? А будни? Все, спасибо большое. Хорошего дня. Все, идемте. Идемте дальше. Справа, можно сказать, от москваре у нас идем. Тут здание геологии. За ракетой. Ракета вон там впереди у нас. Это мой рай. Да, вот одни тюльпаны сплошные. Виляшка, давай, иди. Нюхай цветы. Вот такая тут красота. Вдалеке виднеется часовня. Поле тюльпанов желтых, красных. Но они уже, к сожалению, наверное, будут скоро отходить. Не, вообще класс. Я думаю, тут такое поля за границей есть, оказывается. Не, я же тебе говорил, что еще много тюльпанов цветет здесь. Целое поле. Там еще у нас тюльпаны белые теперь вот здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше. Дальше мы на территории ВДНХ двигаемся в сторону ботанического сада. И вот зашли в очень классное место, где море тюльпанов. Очень много сирени. Целые поля яблок. Яблок. Правильно. Но самое интересное, это вот часовенка впереди нас. Очень люблю я такие места. Они очень вдохновляют. И они бесподобно красивые. Обязательно стоит посетить. А дальше мы, естественно, покажем вам ботанический сад. С ее лесными обитателями, белочками. Да, с белочками. Красота. Здесь, ребята, очень красиво. И вот буквально останавливаешься на каждые 5-10 метров, проходя, чтобы фотографироваться. Часовенька, вот сирень вокруг, запахи обалденные просто. Вот люди здесь отдыхают. На травке очень приятное место. Проходим с правой стороны. От нас остается этот, как пандапарк. В пандапарк мы не пойдем. Экстремальные такие там. Надо получить ощущение. Вот аллея такая вдоль памятника Мичурина. А здесь еще какая-то. Что это такое? Это яблоневый сад, ребята. Все это яблоневый. Мы сейчас находимся... Где мы? Мы находимся вот здесь. Вот здесь. Так, она вновь в ботанический сад попасть. Ботанический сад вот у нас находится. Ну да. Тут садовый пруд, ребята. Вот мы зашли. Смотри, вот там конюшни. Может конюшни по ним сходим? Поем-то конюшни дадим. Там уж идей поснимаем. Вот сейчас мы зашли на территорию ботанического сада. Я думаю, до конюшни сходить. Вот, ребята, идем и чувствуется прям натуральный навоз. Говорят, женщина возбуждается от этого запаха. Действительно так? А, есть, да. Вот эти духи какие-то. Они отдают... Феромонами. Именно навозом. Конным навозом. С феромонами. Они содержат именно конский вот этот навоз. Ребята, это возьмите на заметку. У нас парень, помню, в магазине работал один продавец. Вот он их использовал. И говорят, это очень удачно. Не знаю, может быть, это просто его подстегивало как-то, чтобы он придавал уверенность, возможно. И он подходил к девчонкам, знакомился всегда успешно. Ну, вот так вот здесь все выглядит. Танюшня здесь проходит тренировки. Обучает. На вашах. Сейчас, подожди, поснимай чуть-чуть. Слушай, она и упасть может. Ой, б***ь. Упала. Ну, ты сглазил. Вот такие вот бывают ошибки. Больно? Я не сладался. Наверное. Ну, испачкалась немножко. Да, можно серьезно получить повреждения. И ногу, может быть. Это в лучшем случае. А если еще на тебя наступит сверху? Это жесть будет. Цела, говорит. Она в шоке, просто испугалась сама. Да, уже не первый раз, если она учится. Блин, за нее залезет целая проблема одна. Так это еще сидушка есть. Ну, девочка ничего не особо расстроилась. Я так смотрю. Все хорошо, все целое, здоровое. Настоящий специалист никогда не покажет виду, что они плохо? Индивидуальное занятие, базовый уровень. Обучаем основам верховной езды. В том числе с нуля 2,5 тысячи рублей в час. Вот так вот. Обучение, выискай, конкурс для уверенных всадников. Четыре занятия на месяц. От трех тысяч. Ну, да. Десять занятий. Обпонент четыре занятия, восемь тысяч. Короче, кому интересно, тот на паузу нажмет, посчитает. Ну, все, ребята, на этом маленький наш репортаж заканчивается. Вот уже прошлись от ВДНХ нафиг до Астанкинского парка. Всем пока, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал, вставляйте комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова